Только что я узнала интересную информацию. На матче будет присутствовать Евгений Малкин, наш легендарный игрок, нападающий командой Питтсбург. Будем охотиться сегодня на него и на Александра Овечкина. На вершине горы стоит Сергей Пестов. Он даст болельщикам отмашку, дескать, е-ду-ть, е-ду-ть, как в фильме «Формула любви». Мы находимся в Святая Святых, в комментаторской рубке. Здесь у нас Андрей Шестаковский кабинет, всем заправляет. Я, честно говоря, сюда первый раз зашла в жизни. Да, прям просто спичечный коробок, если честно. Я думала, какая-то большая будет такая. Конечно, наоборот. Конечно, и увидится очень круто. Здравствуйте, уважаемые болельщики. Мы присутствуем на перформенции, которую организовали наши болельщики, армейцы с Невы, чтобы встретить нашу команду. Вот сейчас вы могли видеть, как подъезжает автобус СКА и подъезжает автобус Магнитогорского «Металлурга», с которым играют питерцы сегодня, бывшие обладатели Кубка Гагарина с действующими обладателями. Ну, а болельщики считают, что Кубок Гагарина они просто дали поддержать. Помимо того, что сегодня СКА играет очень ответственный матч против подопечных Ильи Воробьева, кстати, его отец Петр Ильич будет помощником Олега Знарка в сборной и в команде СКА на время того, когда Олег уедет на Кубок Мира. Помимо всего, сегодня День памяти Валерия Харламана. Именно в этот день легендарный российский хоккеист разбился на трассе под Солнечногорском. И мы поищем следы, его следы, его присутствие в Ледовом. Хотя, конечно, он построен был гораздо позже. А я думала, вы встречаетесь с кастетами, с рогатками «Металлург», обладателя Кубка Гагарина, с которым он сегодня стоит. Нет, «Металлург» как раз в болельщики гуляют по нашему прекрасному городу, обещаем скоро подъехать, познакомимся с ними. Скажи, Паста, почему «Металлург» в болельщике называется «Сялом»? О, это да, это не история. Но как бы Магнитогорцы находятся в Челябинской области. И у них очень большое противостояние между тракторами и Челябинской. Челябинцы называют Магнитогорцев сельчанами. Город-три области. Вот, от этого пошло в Сялом. Но они на это не обижаются. Они сегодня с утра приехали на поезде, я их отправил в Репино, они уже окунулись. В воды. Да, в динатах. Вот сейчас гуляют по городу, вот подожди подъехать сюда, к матчу. Мимо нас все время возят какую-то еду, напитки. Но певчанское к Малкину не заводили, это точно. Хотя сам он уже зашел. Твоя команда родная играет. Ты пришел специально на нее посмотреть? Так получилось, и медалу в городе, и я приехал вчера. Поэтому, ну, наверное, стоило было прийти, особенно здесь, в Питере, на таком прекрасном стадионе. И такой ажиотаж вокруг этого матча с КАП против чемпиона. Поэтому, я думаю, интересно играть. А помнишь времена, когда ты сюда приезжал тренироваться? Это было, кажется, в 2007 году или нет? Но это было давно довольно-таки. Тогда Вечкин тоже был. Да, есть воспоминания. И самые приятные воспоминания. Поэтому Питер, как хоккейный город, он стал развиваться в лучшую сторону. И я думаю, это уже не только футбольный город, но и хоккей. Ждешь Кубок мира, наверное, очень сильно, да? Как думаешь, это будет круче Олимпиады, турнир? Или примерно такой же? Много разных мыслей и противоречивые, и, опять же, приятные. Поэтому, я думаю, турнир будет очень крутой. И, конечно, ждешь его с нетерпением. Но сейчас главное все внимание на подготовку. Здесь меня не надо как-то гнать впереди лошадей. Просто надо вовремя все делать, приходить, тренироваться. И поэтому мы все получили. Жень, а какие у тебя отношения с Геннадием Величкиным остались? Я помню, столько слухов всяких ходил, скандалов, катающих. Да, это давно было. Сейчас мы тут самые теплые отношения, поэтому все в порядке. А ты порадовался, что они Кубок выиграли? Ну, конечно, я болел и переживал. И надеюсь, это не последнее. Так, курение категорически запрещено. Ну, верни, как он где-то здесь? Здравствуйте. А где Андрей Шостаков был? А, Андрюш, мы тебя ищем, привет. Мы находимся в Святая Цветых, в комментаторской рубке. Здесь у нас Андрей Шостаков в кабине, всем заправляет. Я, честно говоря, сюда первый раз зашла в жизни. Да, прям просто спичечный коробок, если честно. Я думала, какая-то большая будет. Андрюш, сегодня день памяти Валерия Харламова. Да, да, да. Я знаю, что ты лично однажды встречался с этим человеком. Скажи, что ты делаешь? Встречался, грубо сказано. Скорее всего, брал автограф. Причем так удивительная такая ситуация произошла. Хоккейсты вообще не любят в день игры давать автографы. Это был январь или февраль 81-го года. Матч проходил в СКК, то есть СК-ЦСК, а я туда поехал утром. Потому что, естественно, вечером там не пройдешь, надо билеты показывать, охрана. А я со служебного входа утром прошел. Никто меня не остановил. Ну, сами понимаете, 9 утра там кто-то будет смотреть. И приезжает ЦСК прямо с поезда. Идут с баулами раз к Михаилу. Борис Петрович, можно автограф? В день игры не даем. Я к Петрову. Тот еще более категорично. Я не буду в день игры. Идет Харламов след за ним. Причем он держит на правом плече баул свой хоккейный и клюшку. Я говорю, Валерий, можно списаться, можно автограф? Я же не левша. Кладет балунки и мне расписывается. Вот что характер, да, значит, человека. Я так рад был у Харламова взять интернет. А в СКК были игроки, которые играли? Вы можете в манере. Я понимаю, что переплюнуть мастера невозможно. Да нет, но по сравнению с Харламовом вообще. А что вот для тех людей, которые не понимают, кто такой Харламов, не знают. И только знают его по фильму «Легенда 17», по-известному, да? Вкратце, что вот это была за личность? Почему повторения таких больше не делают, как говорится? Удивительное катание, удивительная техника владения шайбой, характер, безусловно, и бесстрашие. Ну, а куда в хоккей без этого? Андрей, а вот мы сейчас сидим в группе, да, твоей комментаторской, а насколько хорошо отсюда все видно? Отлично все видно. Абсолютно хорошо видно все. А блондинку, как хоккеисты говорят, в верхнем ряду видно? Ну, с блондинками хуже, но я могу операторов попросить. Что нужно? Снять блондинку, да, например, Таню Чернову. Нет, очень хорошая схема, когда мой партнер находится рядом со скамейкой запасных, он как раз все видит. Он все видит, я к нему могу обратиться, он что-то сам инициативу проявляет, он говорит, вот там оказывает помощь кому-то. Ага, важно. Ты почему-то звонишь, почему? Мистика, мистика Андрея. Так, все уже, да, начинаем? Андрюш, слышу, через сколько? Спасибо. Ну вот скамейка запасных на ваших экранах магнитогорского металлурга. Дацук начинает атаку армейцев Петербурга. Ну, есть возможность еще, ну, по крайней мере, в зону есть возможность войти. А там попытаться разыграть большинство. А последний день, когда вы его видели, запомнили? Ну, конечно. Вот прям вот как вот попрощались, вышли? Попрощались после тренировки. В вечернюю тренировку, мы сли, ну, как и обычно, там, 0-0-17 садится, там, все, ребята, там, по-моему, сын ему сел, они на Волгах ездили. Да, да, да. Тренировка очень активная была в это время, там, баллоны какие, помню, ну, любимое наше упражнение, цельскорское в то время, там, ободка баллонов, там, на бешеной скорости. Еще помню, Анатолий Владимирович облокотился на борт и наблюдает. Ну, он тогда уже с костыля, с костыля, да, и наблюдает. Ну, Валерий Владимирович, да, 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 и вот эта вот тренировка не запомнилась. Опять же, в раздевалке переоделась, все быстро, знаете, китейские переоделались очень быстро, кому, если куда-то надо было, потому что время для отдыха остается. Да, 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 да. Много мало, там, 7 закончены, надо куда-то успеть, как у него сюда. И уже следующая тренировка готовится, то есть ночь практически остается. Ну, вот у него ночь прошла, я думаю, что прошла на даче, потому что очевидцев событий был как его мама, нет, теща, теща, да. То, что она рассказывала в телефоне, наверное, это было правда. То, что я слышал, что за рулем сидел и ему, ну, отдал ее и руль, ну, и так получилось. А фильм «Легенда 17» и «Овертайм» вам понравились? Они похожи, поотражаются? Очень настроен. Вы знаете, «Легенда 17» фильм очень таким настроем. Такой современный, как сказать, фильм. Съемка, да? Подход. Да, да, да. Именно в травке такая. Но характер Харламова отражен верно, да? Посыл, да? Вот этот самый. Посыл был хороший, да. Посыл был хороший. Я думаю, если бы век в то время хоккеистов был бы дольше, как сейчас, до 40 лет, таких событий бы не происходило. Поверка. Потому что мы все пытались, зная, что нам веку короче до 30 лет, все хотел успеть, все, все, и то, и то, и то. И машину купить, да, и женщин, и старт, и не понимаешь. Хотелось прожить это красиво, да, потому что понимаешь, как мотыльки быстро все проходят. Да, но она, это Рея Новости, вот этот последний сезон, месяц буквально до смерти. Борис любил стоять здесь, с краю. Вот он? Да, да. Вот он, в костюме, да? Я в середке, да. В костюме, да, с галстуком? Нет, 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 нет. Вот в форме, вот черненький. А, в форме, вот видишь. А, вот он, вот. Ага, на двор... У меня в середке там стоят, верно, с тренером. Ага. Это случайно стихийно. Это мы выиграем чемпионат СССР и такая традиционная фотография. Здорово. А вы ее сегодня специально принесли, да, чтобы... Она у меня в паспорте всегда есть. Всегда в паспорте? Мне, а это... Но это... Она есть в этом, где-то в каком-то там, я искал. Ага. Так это у вас есть еще такая? У меня есть. У меня есть большая, настоящая. Мы встретили бы сумасшедших боречиков Металурга. Мало чемпион. Ага. Мазякин бог. Вы знаете об этом? Ну как, Ваня? Я думаю, что бог был Харламу, вот сегодня, кстати, светлое ему память. Мазякин тоже бог. Ребята, вы куда-нибудь сходили в Питере? Конечно. Мы у вас уже весь Невский практически прошли Я видела вроде медного всадника Там пытались отрывать от земли Нет, это не мы Мы хоть и магнитогорцы Но у нас все-таки Магнитогорский металлургический комбинат Но сил не хватило Саша вот у нас им сказал Что кубок вам дали просто подержать А какой кубок из... Какой из пяти Кубок Гагарина Кубок Гагарина какой из двух Последний В смысле подержать? Мы завивали в честной борьбе Скажите, а почему такие замечательные отношения Сложились у питерских болельщиков И у магнитогорских? Как знаете, часто воюют со Спартаком Еще с Динамо Да, кстати Да, подсказывают, что цвета одинаковые Ну да, нет, ну почему Хорошие люди всегда встретятся Ну вот и закончился матч Команда СКА победила А мы с вами сегодня провели очень плодотворное время Находите на сайте Sports Daily Room Подписывайтесь на наш канал Читайте новости, смотрите наше видео Мы встретимся с вами на следующей игре СКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok